Министр юстиции Олеся Стамати рекомендовала судьям проанализировать предварительное мнение Венецианской комиссии, в том числе в контексте попытки отменить мандат членов Высшего Совета Магистратуры при отсутствии правовых оснований. Стамати отметила на своей странице в соцсети, что Минюст в самые кратчайшие сроки внесёт изменения в законопроект о реформе Высшей Судебной Палаты и органов прокуратуры, чтобы улучшить их в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а также другими мнениями, полученными в том числе от судей. Венецианская комиссия выразила беспокойство в связи с тем, что законопроект сочетает в себя процесс проверки судей и реформирования Верховного суда и подчеркнула, что любой механизм проверки, который предусматривает законопроект и его осуществление, должен уважать положение Конституции, отметила министр. В то же время, сразу после корректировки текста, Министерство юстиции опубликует пересмотренный законопроект и начнёт новые публичные консультации с заинтересованными сторонами, особенно судьями, прокурорами, адвокатами и гражданским обществом. В ведомстве рассчитывают на полное вовлечение всех заинтересованных сторон в целях окончательной доработки законопроекта и представления его в парламент для утверждения. Напомним, Венецианская комиссия обнародовала предварительное заключение относительно законопроекта о реформе Высшей судебной палаты и органов прокуратуры в Республике Молдова. В нём выражено понимание усилий молдавских властей, направленных на построение системы юстиции на основе принципов честности и профессионализма. Критическая ситуация в судебной системе Молдовы, в частности, чрезвычайно высокий уровень коррупции, требует столь же радикальных решений, таких как проверка уже назначенных судей. Молдавские власти вправе решать, насколько сложившаяся ситуация даёт основания для проведения проверки всех членов ВСП, что предусмотрено законопроектом, говорится в документе. Отдельно подчёркивается, что реформа юстиции не должна предусматривать внесение поправок в Конституцию. Комиссия рекомендует принять закон, однако отмечает, что все решения, связанные с назначением, отстранением, переводом судей, должны исходить от Высшего совета магистратуры и приниматься на основе рекомендаций комиссии по проверке. Также рекомендуется, чтобы в состав данной комиссии вошло больше лиц с юридическим прошлым, например, бывших судей, а судьи, не прошедшие проверку на неподкупность, должны подвергаться санкциям и не допускаться к практике. Продолжение следует...